Часто продавцы и консультанты упираются в потолок своих доходов и никак не могут выйти на новый уровень. Что делать в такой ситуации? Вам нужно пересмотреть свои подходы к работе и найти новые точки роста. Для этого ответьте себе на такие вопросы. Первый. Чего я хочу достичь? Второй. Почему я этого хочу? Третий. Что будет, если я этого не достигну? И готов ли я принять такой вариант будущего? Четвертый. Первый. Какие очевидные и важные для людей проблемы я решаю? Пятый. Кто может поддержать меня в моих стремлениях? Из каких соображений каждый конкретный человек поддержит меня? Шестой. Чего сейчас мне не хватает для достижения моей цели? Седьмой. Что может мне помешать в достижении моей цели? И что я намерен предпринять, чтобы на моем пути не было препятствий? Отвечайте на вопросы спокойно, не спеша. Подумайте над каждым вопросом и запишите ответ. Иногда с первого взгляда кажется, что не знаешь ответа. Но после некоторого размышления обязательно найдется вариант. И не один. Прямо говоря, такую работу надо делать периодически. Это важно для того, чтобы ясно осознавать, что и для чего вы делаете. Часто в рутине люди забывают об этих важных вещах и теряют мотивацию. Ситуация постоянно меняется. Поэтому, пересматривая вопрос, вы можете добавить коррективы, которые ускорят ваше движение к цели. Любой человек может быть настолько успешен и богат, насколько сам этого пожелает. Главное, все время помнить о том, чего вы хотите. И настойчиво двигаться к своей цели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!